Вы смотрите итоговый выпуск программы Де Факто. События и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Бой с конопляными плантациями в рамках спецоперации МАК. За неделю выявлено несколько гектаров наркосодержащего растения. Рассеянный автолюбитель, находка для угонщиков. В Гомеле трое мужчин похитили Жигули благодаря ключам, оставленным в машине. Железная дорога не место для меломанов. Правоохранители фиксируют рост случаев травмирования людей, которые находились на путях в наушниках. Как спокойно съездить в отпуск и без лишних нервов пересечь границу о типичных нарушениях и ситуации в пунктах пропуска. Репортаж Вероники Гомзюковой. О работе сотрудников пограничной группы и новейших системах контроля поговорим с экспертом. А также с лопатой на насильника, отчаянный продавец ювелирной лавки и неудачная посадка каскадеров в рубрике «Я очевидец». Начнем с обзора происшествий за неделю. В ходе проведения специальной программы МАК оперативники наркоконтроля проверяют подворья жителей, замеченных ранее в употреблении и выращивании зеленого дурмана. Так, в городском поселке Тереховка у местного мужчины милиционеры обнаружили плантацию дурмана, а в ходе обыска в сарае обнаружили стебли наркосодержащего растения. Хозяин сушил их для того, чтобы изготовить марихуану. 32 кустака на плевесом 8,5 килограммов были уничтожены. Общая масса высушенного вещества будет установлена в ходе экспертизы. Возбуждено уголовное дело. В Гомеле милиционеры задержали угонщиков автомобиля через 15 минут после сообщения о преступлении. Похитители «шестерки» сели в машину на территории микрорайона Гумсельмаша, а финишировали на улице Владимирова, припарковав «Жигули» на стоянке возле автомастерской. Там их и приметили сотрудники ОМОНа. Автомобиль подошел под описание, совпали и данные номера. В салоне находились трое мужчин. Тот, кто угнал автомобиль, был в хорошем попить и с удовольствием воспользовался оплошностью автовладельца, который пошел в супермаркет и оставил в замке зажигание ключи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В момент столкновения с автомобилем попал в объектив видеорегистратора виновника ДТП. Водитель отвлекся и въехал в задний бампер машины, которая ехала впереди по той же полосе. ДТП произошло на проспекте Октября областного центра. 38-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, неправильно выбрал скорость движения и не учел состояние дорожного покрытия. 73-летняя пассажирка этой машины получила травмы и была доставлена в больницу. Но госпитализация не понадобилась. В Битковском районе спасатели помогли достать из 8-метрового колодца щенка. Его хозяева обратились за помощью, так как самостоятельно вызволить бедолагу не смогли. В 9-м часу вечера спасатели выехали в деревню Рудня, а питьевой колодец оказался наполнен водой. Один из сотрудников МЧС спустился за щенком. Ветеринарная помощь пострадавшему не понадобилась. Конечно, спасение животных не основная задача спасательной службы, но остаться равнодушными они не могли. Железная дорога – удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются тысячи людей в нашей стране каждый день. Скоростные поезда сокращают время доставки грузов и пребывания пассажиров в пути, но в то же время являются серьезной опасностью для пешеходов. Правоохранители бьют тревогу. В Гомельской области в июле месяце зафиксирован резкий всплеск травматизма на железной дороге. Подробнее об этом в нашем следующем материале. Последний несчастный случай произошел в минувшую пятницу в Жлобинском районе. В разгар рабочего дня недалеко от железнодорожной станции «Красный берег» грузовым поездом сообщением Гомель Осиповича был смертельно травмирован местный житель 1962 года рождения. Тело обнаружили возле пешеходного настила через железнодорожные пути. При жизни данный гражданин характеризовался как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. В указанный день он, находясь в сетянках гольнопьянения, переходил через железнодорожные пути вместе со своим велосипедом. В итоге, будучи пьяным, упал в колею, там уснул. Соответственно, из-за этого не смог вовремя отреагировать на приближающийся поезд, был сбит поездом и смертельно травмирован. Это уже девятый случай с начала года. При восьми подобных случаях, на такой же период прошлого года, из указанных девяти случаев, в случаях, значит, семеро человек погибли, пятеро были в состоянии когольнопьянения на момент происшедшего, и трое были в наушниках. Привычка отгородиться от внешнего мира, слушая громкую музыку в наушниках, едва не стоила жизни 34-летнему гомельчанину. Третью неделю он находится в областной больнице. Медики делают все возможное, чтобы спасти мужчину. Инцидент произошел 6 июля на 10-м километре перегона и путь СОЖ. Машинист грузового состава подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Но пешеход посмотрел в сторону локомотива только за 20 метров до его приближения. Попытался отойти, но было поздно. Ударом пострадавшего отбросило на железные конструкции моста. Пешеход получил тяжелейшие травмы. Через неделю, 14 июля, на перегоне Тереховка-Нособичи, дизель-поездом был сбит пенсионер. 77-летний мужчина, приехавший погостить в наш регион из Витебска, скончался на месте. Судебно-медицинским экспертам в своей практике довольно часто приходится сталкиваться с железнодорожным травматизмом. Это связано с невнимательностью людей, а также нахождением людей в состоянии алкогольного опьянения возле железнодорожных путей. Травмирование происходит движущимися частями железнодорожного транспорта. В этом случае тяжелые мы наблюдаем травмы, тупые сочетанные головы, грудной клетки. Также и возможны ампутации конечностей. Но травмы железнодорожные, эти травмы относятся к категории очень тяжелых травм, массивные повреждения. И очень часто заканчиваются смертельным исходом. Частота нахождения, обнаружения алкоголя у погибших при железнодорожном травматизме составляет больше 50%. Несчастные случаи на железных дорогах наносят обществу огромный ущерб. В первую очередь это невосполнимость человеческих потерь. Каждый должен не только неукоснительно соблюдать правила поведения на железной дороге, но и предостерегать других. Прежде всего детей. Нередко подростки беспечно бродят по железнодорожным путям, забираются на крыши поездов, катаются на подножках вагонов, делают селфи и просто ищут развлечения на железной дороге. Были случаи, когда такие шалости заканчивались для молодых людей летальным исходом. Нашими сотрудниками совместно с сотрудниками Гомельского отделения Белорусской железной дороги систематически проводятся мероприятия, направленные на предупреждение травматизма на объектах железной дороги. За прошедший период 2019 года уже составлено порядка 420 протоколов за проход по железнодорожным путям в неустановленном месте, либо нахождение на железнодорожных путях. Гражданам хотим напомнить, что при приближении поезда необходимо проявлять особую внимательность. Дорогу, железную дорогу переходить только в специально обозначенном месте. А также хотим напомнить, за нарушение данной статьи предусмотрена административная ответственность, штраф которой предусмотрен до двух базовых величин. Понятно, что одними штрафами проблему не решить. Изменить ситуацию можно только, если каждый будет относиться к железной дороге как к объекту повышенной опасности. И не забывать о том, что цена внимания – это здоровье и жизнь. Летние месяцы в пунктах пропуска – горячая пора для сотрудников пограничной группы. Тысячи людей пересекают границу. Нагрузка на службы контроля максимальная. Некоторых приходится разворачивать из-за недействительных паспортов, а кого-то ловить вдали от пунктов пропуска. К слову, в усиленном режиме белорусские пограничники несли службу весь июнь. В стране проходили вторые европейские игры. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова узнала, как работали пограничники во время спортивного форума, сложно ли держать границу на замке и какие цели чаще всего преследуют нарушители пограничного законодательства. Во время проведения вторых европейских игр белорусскую границу в пункте пропуска «Новая Гута» пересекли сотни иностранных туристов. Часть из них стали гостями или непосредственными участниками спортивного форума. В пунктах пропуска для прохождения контроля создали максимально комфортные условия и выделили отдельный канал. На нем осуществлялся приоритетный пограничный контроль для гостей страны. Нужно было лишь показать билет или аккредитацию на мультиспортивный форум. На данный момент продолжаются работы по совершенствованию инфраструктуры пункта пропуска. В частности, касаемо имеющейся системы телевизионного наблюдения, увеличивается количество камер, минимизируется число зон в пункте пропуска, которые не были бы охвачены секторами обзора камер. Проводятся мероприятия по вводу и опытной эксплуатации новых образцов техники. В частности, стационарных автоматических обнаружителей взрывчатых веществ, наркотических веществ. Во время формы происшествий зафиксировано не было, но периодически они все же случаются. Вот, например, вдоль границы идет женщина с двумя пакетами. При виде патрулей она пытается убежать в лес, но не успевает, ее задерживают. А на этой оперативной съемке видно, как автомобиль въезжает на досмотр. Через несколько минут пограничники найдут подозрительные бутылки с вином. А далее один из уже ныне осужденных предпримет попытку разбить сосуд, как потом окажется с растворенным в вине кокаином. Помогают в поиске запрещенных средств служебные собаки. Кинологи работают с определенными породами. Чаще всего это немецкая или бельгийская овчарка, лабрадоры, терьеры. Важно, чтобы пес не боялся машин и людей, а также был уравновешен и четко выполнял команду инструктора. Если собака на границе укусит человека, это будет ЧП. У лабрадора Джесси пока в карьере крупных находок нет. Работа для нее здесь сродни игры. Только ищет она не мячик. За четыре года работы не раз находила запрещенные вещества. Оставляли люди у себя и в автобусах, и в легковых транспортных средствах. Поэтому результаты есть. Как и все лабрадоры, это игривая собака. Как бы еще ребенок на протяжении всей своей жизни и службы, они остаются детьми. Работать с этими собаками очень легко, потому что добродушно любит детей. Не боюсь, что она кого-то где-то может укусить, либо окинуться. Очень спокойные собаки в этом плане. Оптимальный вариант. Я считаю, для работы на границе это оптимальный вариант. Вдоль территории сухопутных границ работа также идет полным ходом. Кинологи с собаками регулярно патрулируют окрестности. Пересечь рубеж и остаться незамеченным не удастся никому. Служебные собаки способны учуять след нарушителя в течение нескольких часов. В основном используются бельгийские овчарки, немецкие овчарки. Также используются метисы. Это помесь бельгийские и немецкие овчарки. Почему используются такие собаки? Потому что они характеризуются хорошей работоспособностью и выносливостью. Собачка должна проходить не менее 4 часов. По километражу должна проходить не менее 5 километров. Должна работать в любую погоду. В жару, в холод, в дождливую и ветровую погоду. Погранзаставы представляют из себя ультрасовременные комплексы и буквально усыпаны специальными датчиками. И тем не менее находятся смельчаки, которые пытаются нарушить пределы государств в неположенном месте. За последних полгода на участке заставы было задержано 4 человека, пытавшись незаконно пересечь государственную границу. В 90% нарушений люди ставят цели перед собой в поисках лучших условий жизни, либо же посещение родственников на территории сопредельного государства. Отдельная категория граждан – это те, кто живет в приграничной зоне. Местные с порядком знакомы и не нарушают. А если к ним приезжают родные или друзья, предупреждают, чтобы границы не подходили. В случае, если гость впервые нарушит порядок, пограничники проведут с ним профилактическую беседу. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов. Специально для программы «Де-факто». О том, как сэкономить время при прохождении пограничного контроля, из-за чего могут не выпустить из страны, и как военные борются с теми, кто выбирает нелегальные каналы миграции. Поговорим с временно исполняющим обязанности начальника управления пограничного контроля Гомельской пограничной группы Виталием Юхневичем. Виталий Владимирович, здравствуйте. Здравствуй, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В этом году наша страна принимала вторые европейские игры. Как это отразилось на работе сотрудников Гомельской пограничной группы и вносились ли изменения в систему контроля? Безусловно. Напомню телезрителям, что европейские игры у нас проходили в период с 21 по 30 июня текущего года. Для Беларуси это очень значимое спортивное событие. Мы к ним готовились заблаговременно. Не последний месяц, а заблаговременно, естественно, за несколько предыдущих лет. Немножко нагружка нашего сотрудника была увеличена. Для непосредственно участников иностранных туристов, последующих на европейские игры были заранее предусмотрены, в том числе безвизовый въезд в Республику Беларусь. Были предусмотрены отдельные направления, каналы для их пресечения. Мы предусмотрели дополнительные для общения с ними волонтеров из числа студентов, в том числе и нашего города Гомеля. Лето – это пора, все-таки жаркая пора, пора отпусков. Как справляетесь с наплывом туристов, которые собираются выезжать из-за предела страны, но также следуют на въезд? Да, конечно. В настоящее время у нас активно идет туристический сезон. Граждане Республики Беларусь выезжают отдыхать на юг Украины. Другие страны около в течение суток границу пересекают у нас на участке нашей пограничной группы до 20 тысяч иностранных граждан, в том числе и граждан Республики Беларусь. И в пределах до 3 тысяч транспортных средств. Хотел бы обратить внимание о том, что, как правило, традиционный автодорожный пункт пропуска, на участке нашей выбирается это автодорожный пункт пропуска Новая Года. В настоящее время расчетная пропускная способность этого пункта пропуска рассчитана до 5,5 тысяч белорусов и иностранных граждан и в пределах до 1,5 тысячи транспортных средств. Мне кажется, этот пункт пропуска может и больше принять необходимость. Совершенно верно. В настоящее время у нас средняя пропускная способность около 12 тысяч в сутки мы оформляем в текущее время и порядком до 3 тысяч транспортных средств. То есть это в разы больше, чем мы должны пропустить. Ну, это просто говорит о профессионализме тех сотрудников, которые работают в пункте пропуска Новая Года. Скажите, где можно посмотреть информацию о наличии пропускной способности, о наличии очередей в пунктах пропуска Гомельской области? Посмотреть можно на интернет-потале gpk.by. Там есть вкладка, что касается очередей в пунктах, автодорожных пунктах пропуска. Информация о очередях обновляется там каждый час. Плюс на этой вкладке имеется камера, веб-камера в отношении пункта пропуска Нового Года. То есть каждый гражданин может зайти на интернет-потал посмотреть, какое состояние очередей. А вообще, когда лучше? А какое время выбирать? Вот туристам, которые собираются на автомобиле выезжать в Украину, например, да, исследуют на юг этой страны ночью, там, в 3 часа утра, в 4, там, в 6. Вот что вы посоветуете, в какой период, какое время суток? Ну, как правило, очереди у нас не образовываются в первую половину дня и в ночное время. В вторую половину дня после 14, как правило, образовываются очереди, особенно это предвыходные, выходные дни. Поэтому я бы рекомендовал нашим телезрителям при планировании поездки за границу, в том числе, учитывать эту информацию. Дополнительно также хочу вам пояснить, что у нас, кроме новой ГУТЭС, и другие автодорожные пункты пропуска, Веселовка, Комарины и, в том числе, Новорония. Возле Мозря, соответственно, находится. Учитывать это в поездке и проблем при пещении, соответственно, не будет. Случается, что из-за ненадлежащего обращения с документами часто случаются казусы в пунктах пропуска, и людей просто могут не выпустить или не впустить в страну. На какие нюансы следует обратить внимание? О чем вы знаете? Да, уважаемые телезрители, я бы рекомендовал, во-первых, при планировании поездки за границу, обратить внимание на несколько вещей. Ну, во-первых, это обратить внимание на срок действия вашего документа. Раз, так и правило, у нас большая проблема текущего время. Второе, это бракосочетание, когда выходит замуж, женится. Согласно законодательству документ действительно будет в течение одного месяца. В том числе, при применении фамилии, то же самое, документ будет действительно в течение одного месяца. Ну, и, естественно, один из таких немаловажных факторов, если же у вас документ ваш подвергался влаге, воздействия влаги, вы можете получить консультацию в нашей пограничной группе по телефону. 53-71-23. Или личная прибыль с документом по адресу Борисенко-20. Мы дадим вам консультацию перед пересечением границы, чтобы при пересечении границы у вас не возникало проблем. То есть, ну, а вот конкретно, чтобы люди уже знали, допустим, воздействие влаги, да, это, например, размытые буквы, да, на последней странице паспорта, либо как-то фотография повредилась, что именно должно быть? Ну, как правило, если влаге подвергается документ, его постирают или же где-то попал под дождь, размываются основные реквизиты. Это печать изображения государственной гербы Республики Беларусь, изображение, фотография, данные, которые необходимы, в том числе, на установке страницы, место о регистрации, оттиски, нумератор, датировки предыдущие. А если подумали, страницы, которые вот для визы, которые не в конце паспорта, в начале особо несут, скажем так, значения? В данной ситуации, при пересечении границы, в отношении ситуации, будет приниматься отдельное решение. О пропуске или не пропуске, естественно, документы будут подвигаться специально на проверке, и будет выноситься решение. А что касается фотографий, вот часто бывает, что за короткий какой-то период времени человек может физиологически измениться и приезжает на границу, а его уже не узнает сотрудник пограничного контроля. По фотографии. В данной ситуации гражданина, который будет пересечать границу, мы можем подтвердить и другими способами, которые у нас имеют. Это, кроме идентификации личности, мы можем воспользоваться другими информационными базами, которые у нас имеются, в том числе, опросить того и гражданина. Но все равно замене паспорта в такой ситуации стоит, наверное, подумать. Безусловно, стоит подумать. Тем более, можно учитывать телезрителям о том, что поездка может закончиться в пункте пропуска. Давайте поговорим о нарушителях пограничного законодательства. Как часто сотрудники пограничного контроля встречают таких людей на границе? Безусловно, в этом году за 6 месяцев года на участке нашей пограничной группы было задержано 321 нарушителей законодательства Республики Блоруссия у государственной границы. Это различные нарушители государственной границы, пограничного режима, режима пункта пропуска, в том числе режима границы. В среднем произошло у нас небольшое увеличение по сравнению с прошлым годом до 5%. Как часто встречаются нарушители? Я хотел бы телезрителям привести пример. В апреле текущего года в автодорожном пункте пропуска Камарин при везде в Республике Блоруссия был задержан гражданин Республики Блоруссия, житель Барагинского района. При управлении транспортного средства он находился с явными признаками алкогольного опьянения. В ходе его административного задержания он наказал активное сопротивление нашим сотрудникам в пункте пропуска. В любом случае он был задержан. Подвергся административному задержанию. На него были составлены административные материалы. Общая сумма, согласно Кодексу Республики Блоруссия в административных правонарушениях, он подвергся административному изысканию более 40 базах величин. И дополнительно в отношении его сотрудника милиции в настоящее время проводится проверка в рамках Уголовно-операционного кодекса о возбуждении или отказе от возбуждения его уголовного дела. То есть пересекать границу состояния алкогольного опьянения себе дороже, особенно за рулем транспортного средства. Да, ему грозит в среднем лишении свободы до двух лет. О каких, может быть, моментах должны знать люди, когда собираются перевозить какой-то товар, перемещать, может быть, средства, чтобы не попасть в неприятную историю, например, те товары, которые требуют декларации либо какого-то специального оформления? Ну, при планировании своей поездки, соответственно, нашим гражданам, во-первых, нужно учитывать, что можно перемещать, что нельзя перемещать. Можно получить консультацию в нашей пограничной группе по телефону, который уже выше сказал, в том числе обратиться к даже с лицом Гомельской таможни, в пунктах пропуска в отношении перемещения товаров. Как правило, у нас возникают определенные проблемы в пунктах пропуска. При перемещении нашими гражданами специальные средства, это у нас есть выявление в этом году и пневматические, и травматические пистолетов, дубинки, телекоспические, в том числе, различные. Это люди ввозят либо вывозят? И вывозят, и вывозят в том числе. Оно ограничено или запрещено к перемещению? В том числе есть проблема с перемещением лекарственных препаратов, которые тоже заограничены или запрещены ввоз в Республику Беларусь. В том числе и вывоз. Какие документы нужны, чтобы такие препараты можно было бы провести, потому что часто люди нуждаются в лечении и везут их с определенной целью, в медицинской цели? Ну, во-первых, в отношении препаратов я бы рекомендовал проконсультироваться на интернет-патале ГСАСНО-Таможенный комитет, gtk.by. Там есть складка в отношении перемещения разновидностей лекарственных препаратов. При исследовании, в том числе, нужно будет подтвердить перемещение лекарственных препаратов. Справка с органа здравоохранения. Следующий вопрос о пребывании в пограничной зоне. Какие документы необходимы для этого и нужно ли получать специальный пропуск? В настоящее время, в настоящем году у нас в январе поменялся законодательство Республики Беларусь. Оно упростилось в отношении нахождения пребывания в пограничной зоне, пограничной полосе. Оно встало уменьшение. В настоящее время можно пребывать в пограничной зоне, пограничной полосе не только при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь или как документ удостающей личности. В том числе и можно при себе иметь военный билет, водительское удостоверение или служебное удостоверение даже с нового лица. То есть либо удостоверение водителя, либо военный билет, либо паспорт. Совершенно верно. Этого достаточно. А в пограничной полосе? Для пограничной полосы необходимо получить пропуск в Гомельской пограничной группе. Получить пропуск вы можете по адресу, как я сказал, Борисенко, 20, прибыв туда лично, или же отправить письмо в адрес нашей части, или пройти электронную регистрацию на сайте gpk.by. Там есть вкладка, что касается пропусков пограничной зоны, пограничной полосы. Я думаю, что этот вопрос актуален для рыбаков, потому что часто они рыбачат именно в полосе. Спасибо вам большое за конструктивный и полезный разговор. В студии программы «Дефакто» вместе с временно исполняющим обязанности начальника управления пограничного контроля Гомельской пограничной группы Виталием Юхневичем мы обсуждали вопросы соблюдения правил и порядка пересечения государственной границы. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Не переключайтесь. В Канаде медведь залез в автомобиль к туристам и захлопнул за собой дверь. Когда владелец авто заметил, что в салоне кто-то есть, он и представить себе не мог, что это самый грозный хищник леса. Как только мужчина открыл дверь машины, медведь тут же выскочил из салона, сбив хозяина с ног. Правда, отбежал косолапый недалеко. Стал принюхиваться к запахам кемпинга. Видимо, находясь в заперти, он не на шутку проголодался. А вот что может быть, если пешеходный переход не переходить, а перебегать. Подросток из России чудом избежал серьезных травм. Парень тут же поднялся и убежал. Но больше всего поражает бездействие водителя, который даже не вышел из салона, чтобы оказать помощь и дал по газам, когда одна из прохожих решила призвать к его совести. Счастливчиками можно назвать работников этого придорожного магазина. Они спаслись от неминуемого наезда автомобиля, который съехал с трассы и вошел в неуправляемый занос. Оба мужчины отпрыгнули буквально за секунду до происшествия. Можно сказать, родились в рубашке. Машина врезалась в стену здания, водителя госпитализировали. А это видео из Омской области России. В магазине на автозаправке нетрезвый водитель потребовал, чтобы бензобак его машины бесплатно заправили до полной. Продавец мужчине отказал, и тогда он попытался ее изнасиловать. Но за женщину вступился автолюбитель с лопатой. Потасовка закончилась не в пользу дебошира. Очевидцы вызвали милицию и нарушителя задержали. Теперь ему грозит реальный срок заключения. А этот продавец ювелирной лавки сам прогнал нежелательных гостей. Двое в масках попытались ограбить его магазин, но мужчина оказался неиспугливых и дал отпор налетчикам. В итоге тем пришлось отступить. Хотя в руках один из преступников держал пистолет и периодически угрожал им продавцу. Попал в ДТП, но не растерялся. Этот автолюбитель из Штатов решил, что клин вышибают клином, и выправил помятый капот ногами. Попрыгал на нем как следует и, к слову, отчасти добился. В качестве пассажира с ним была девушка, а, судя по кадрам, находилась она в шоке. И до конца неясно, то ли от испуга после ДТП, то ли от находчивости водителя. После экспресс-ремонта мужчина и женщина сели в машину и продолжили движение. Следующая съемка сделана в Крыму. Трасса Таврида, участок Симферополь-Керчь. Неподалеку от деревни Марковка водитель «Газели» предположительно уснул за рулем, выехал навстречу и совершил столкновение с грузовиком. Мужчина погиб на месте, его фургон едва не зацепил автолюбителя, который ремонтировал свою машину на обочине. Иногда опасность поджидает там, где ее не ждешь. Этот скутерист провалился в автомобильную яму, когда подъезжал к площадке автосервиса. Все закончилось небольшими травмами. Со слов очевидцев, у водителя имелись признаки алкогольного опьянения. В Колумбии съемки сериала едва не обернулись трагедией и закончились весьма печально для каскадеров. Мужчины держались за трос вертолета, когда машину неожиданно стало раскачивать в воздухе. Попытки пилота стабилизировать полет еще больше раскрутили каскадеров. В итоге при снижении они сильно ударились о землю. Уже в больнице один из них пал к кому, у другого диагностировали переломы ног. Вертолет, к слову, приземлился благополучно. Ведется расследование инцидента. Съемки сериала приостановлены. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова